Телиакия – так называется редкая генетическая болезнь, за которой всю жизнь необходимо соблюдать строгую диету. Табу – продукты, содержащие глютен. Родители детей с Телиакии рассказали спикеру Балпарламента, питание на такой диете обходится дорого. Более того, сертифицированных безглютеновых продуктов зачастую просто нет в продаже. Их приходится заказывать. Всего в нашей области по официальным данным зарегистрировано 22 семьи, где растут дети с этим генетическим заболеванием. Они попросили председателя законодательного собрания по возможности выделить их в отдельную категорию и оказать меры поддержки. По разным направлениям, как это делается в ряде других регионов, где-то выплачиваются денежные средства, где-то каким-то другим образом эти семьи поддерживаются. Подумаем, посоветуемся с Министерством здравоохранения Владимирской области. Отдельно договорились о том, что их примет министр. Сейчас отдельно я обращусь к министру, министр их примет. Подумаем все вместе, как помочь вот этим семьям. Обратились к спикеру Балпарламента и по поводу состояния дорога. Конкретно на улице Пугачева от перекрестка с улицы Солнечной до пересечения с Нижней Дубровой. Дорога разбитая, ее необходимо привести в порядок. Владимир Киселев отметил, сейчас ремонтным работам уделяется большое внимание. Деньги выделяются, в том числе и в качестве дополнительного финансирования. Что касается конкретного адреса, то ремонтировать, по мнению председателя ЗС, там надо не одну улицу. Дороги нуждаются в обновлении по всему микрорайону. Этот вопрос Владимир Киселев в ближайшее время обсудит с главой областной столицы.